приветствую вас дорогие друзья я хочу познакомиться сам и познакомить вас с такой вот картой dual valley в чем особенность этой карты то что эта карта у нас ну как бы по идее своей рассчитана на игру двух игроков или даже двух команд друг против друга она в какой-то мере знаете такая симметрично и зеркально ну хотя смотрите по полям у нас не абсолютная симметрия но тем не менее там вот шахта шахта у нас имеется предприятие у нас по два каждого предприятия имеется на карте джевлер тоже самое джевлер вот у нас две станции два пути железнодорожных для отправки своих товаров а в центре в центре да центре конечно уже не очень симметрично ну вот станции для отправки товаров свои есть а вот это вот по ходу идет у нас общее магазин общий пункт продажи животных общий перекупщик станция по русски извести old barn старый 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 что-то хранилище какое-то мы да у нас имеется один дом единственный это уже интересно потому что у нас имеется один единственный дом но в остальном принципе карта более-менее симметрично ну вот мы появляемся у своего такого домика скорее не жилье крестьянина напоминает скорее этот домик напоминает дачный домик какой-то для отдыха на природе да у нас вот так вот интересно то получается у нас солнечные часы то ли торчат так и где у нас полет пила древесина ускоренный бег высота прыжка точки взаимодействия это полета не вижу в общих настройках в общих настройках режим полета давайте взлетим на карточки над карточкой вот такие у нас милые полные строения карточка не очень большая каньон заселенный окруженные горами со всех сторон вода у нас имеется старый вообще очень старый сарай так 12 режим полета выключить почему-то продать а мы можем тут продавать дерево это у нас старый сарай для продажи дерева да такой вот старенький сарайчик да карта настолько небольшая что ее можно пробежаться пешочком вот одна из железнодорожных станций у нас имеется а это точка производства кстати купить точку производства ну давайте мы ее купим посмотрим у нас денег много и что она у нас делает входящие материалы камень дизельное топливо вода исходящие дробленный камень во у нас тут сама по себе карта заточена на золотоискательство знаете очень даже интересно то что у нас вот это все стоит на железной дороге предприятия то есть именно тут мы будем выгружать произведенное золото серебро так теперь нам предстоит выяснить куда мы это сможем отправлять по железной дороге давайте посмотрим на локомотивчик потому что тут по идее не стандартные бегают а маленькие маневровые дизелечки да вот смотрите карапузик потащил и совершенно маленький составчик он везет о он едет не сюда он не захотел приехать к нам но мы его сюда и не вызывали да есть интересный вопрос конечно вот это наверное пульт управления арендовать поезд здесь вот мы можем в этой будке диспетчера такой арендовать поезд и возить куда то что то ну знаете я встречал очень интересный мод на прокладку железных дорог правда нужна карта преимущественно практически плоская и возможность покупать как автомобили железнодорожные составы то есть локомотивы вагоны и возить между своих предприятий вот но он так в доступе не особо сильно свободно этот мод то есть там на сайте на который нас россиян не пущают ну а это у нас зерно судя по всему и здесь мы тоже можем кстати мы можем загружать но и не только выгружать мы можем тут еще и загружать как видите да вызвать поезд и мы повезем все это куда нибудь сюда ну уж извините карта не очень большая я решил не летать по ней быстрее бег не включать а вот так вот вживую пробежаться ага у нас ограждение мостика не работают заросшее поле у нас овес тут растет ну тут надо его обрабатывать как видите есть поле удобренное но не засеянное у нас есть людишки людивки ходят у нас по карте трафик автомобильный наверное нету я так предполагаю место ну это место куда мы что-то сможем продавать судя по всему что мы сможем сюда продавать мы сможем понять из названия ну да у нас так вот немножко печально мы можем сюда вот заглянуть цены и где что можно продавать здесь вот пробежаться по всем товарам можно конечно же это на старое хранилище с деревом связанное что-то только вывозить ну я же у нас вот смотрите вели вейт вейдинг хлеб то есть готовую продукцию такую пищевую это типа продуктовый магазин либо скупчик пищевой продукции ну не хватает в игре на самом деле вот этих тонкостей этой статистики этой информативности честно говоря крайне не хватает я очень сильно боюсь что даже в 25 симуляторе не введут вот это когда я просто беру открываю карту либо подхожу к какому-то зданию и все кроме названия у меня ну пожалуйста где-то списочек того что я могу продать поместите так у нас только вывоз на продажу идет стоны станция по производству давайте сюда слетаем это мы можем купить и сразу же глянуть что мы можем тут производить да смотрите мы здесь из брюликов золота воды и дистоплива ну не электричество тут дистоплива надо будет либо закупать либо делать самому мы делаем украшение золото серебро мы делаем украшение у нас так вот на выселках живет ювелир то ли старый еврей забрался куда подальше чтоб никто его не беспокоил то ли возможно какой-то индейец из резервации живет подальше от всех на свете так здесь у нас имеется рассыпанный рассыпанный камень вот и это станция покупки камня покупки камня и очень интересно то что у нас сюда ездит поезд но вот эта станция она очень далеко от самой железной дороги даже не знаю как здесь загружать возможно подгонять поезд сюда и загружать с помощью погрузчика но если тут заработает мод террафарм то можно будет попытаться и вот это вот копать если это грунт покрашенный текстурами а не этот самый не какая-то модель вставленная но вот стала эта модель их копать нам никак не удастся вот эти утесы даже отбойный болоток скорее всего разбирать это не будет вот ну скорее всего вот эта станция для покупки камня она сделана для того чтобы после того как закончится вот здесь вот весь камушек мы могли тут тупо покупать для своего поезда ну либо поезда либо грузовик сюда в эту пещеру загонять знаете очень сильно мне это напомнила пещера часть карты долгой тьмы вот там тоже проходишь через такое с карты на карту с одной локации на другую так давайте мы глянем что у нас имеется еще ну у нас да у нас имеются поля как видите множество самых разных культур что у нас имеется железнодорожный этот элеватор который позволит нам и хранить и загружать поезда для вывоза зерновыми культурами урожаем вот дальше что я хочу еще посмотреть ну Волтбар мы уже смотрели здесь продавать дерево вот у нас имеется заправка ну с коровами и так по-моему все понятно это станция закупки извести для полей именно покупать хотят чтобы мы покупали но если подключить какие-то моды то можно будет из камня самому производить известь но это как видите наш магазин карточка очень такая миниатюрная аккуратненькая а минималистичная в принципе ну красивая то есть и железнодорожные пути такие шахтерского какого-то рудничного края так это ремонт это ремонт техники да вот ну очень странно очень странно что один дом на две команды на двух игроков потому что ну в описании было написано об этой карте то эта карта можно играть и одному но она как бы предполагает соревновательный вариант между двумя игроками или двумя командами игроков ну я думаю имея моды дома можно поставить выбрать любой участок и застраивать там свою собственную базу со своим собственным домом так что вот такая достаточно интересная карточка о я на самом деле люблю и большие карты и маленькие карты и пустые и даже чрезмерно переполненные разной индустрией главное чтоб карт хороших и интересных было побольше вот тогда можно не закиснуть ну потому что играешь на одной карте уже поднадоело одни и те же действия да хочется заглянуть на какую-то другую карточку попытаться на ней подерзить подерзать вот так что спасибо дорогие друзья за просмотр надеюсь вас заинтересовала карта понравилось видео ну если что не так не серчайте пишите свои комментарии давайте советы как бы лучше мне все это дело записывать как вам лучше преподносить материал ну и собственно говоря расскажите если играли на этой карте если не играли то просто напишите о своих впечатлениях об увиденном и что я могу сказать еще в дополнение да сразу не обратил особого внимания на реку у нас ой на большому сожалению давайте мы глянем участке да в этой карте есть озерца есть река но большому сожалению ага сюда внедрили мод на участке где можно с лодочки ловить рыбу это бы приукрасило это бы приукрасило наше бытие здесь и я уже начал прощаться сказал вам спасибо за просмотр ну да просто сейчас все кинулись писать видосики переписывать видео по фармин симулятору 25 и ну перевод автоматически добавлять то есть свое впечатление от виденного высказывать а я люблю читать именно на западных youtube каналах мнение основных покупателей на которых то и рассчитано на западное так сказать сообщество нового ну и написали там что кроме риса и тумана ничего нового новый движок графика чуть лучше но если мне придется покупать ради 25 части 25 симулятора новый компьютер то пошел он нафиг ну и многие пишут я это покупать не буду потому что того чего хотелось не ввели можно было бы сделать диких животных которые бы нападали на курятники иногда было бы охотиться на лист да просто один написал введите охоту и рыбалку для того чтобы я мог заниматься досугом это я уже в своих видео говорил и в некоторых комментариях на других каналах тоже об этом рассказывал но не будет много чего не будет но много чего возможно появится потому что была какая-то информация о том что может быть в 25 симуляторе будет более интересный ремонт свои техники когда надо будет выявлять поломки но это было бы классно то есть не просто в поле возиться они обещают улучшить NPC но на мой взгляд улучшение NPC должно заключаться в следующем у нас есть поле либо по контракту мы его обрабатываем либо это наше поле я выбираю комбайн грузовик сажаю туда NPC и указываю какое поле обрабатывать и куда вывозить урожай и все я должен забыть они должны сами поехать и должны сами найти точку въезда на поле должны сами ездить по этому полю правильно грузовик должен сам уметь подъезжать к комбайну не мешая ему выбирать траекторию загружаться отвозить туда куда мне нужно а после того как они выполнять всю эту задачу они должны приехать на базу ну для таких заданий было классно если бы у меня на базе была какая-то стоянка специальная я сам туда пригоняю технику создаю вот такое рабочее звено комбайн и например там трактор с прицепом несколько тракторов с прицепами или несколько грузовиков и тут же я назначаю где им работать и куда отвозить и все я должен забыть но в этом случае пишут опять же те кто защищают гигантов они говорят что это очень маленькая студия у них очень мало людей вот у них совсем мало денег и возможностей хотя им и платят за рекламу той техники которая у нас появляется в игре появляется в дополнениях ну всякие там кубота пак еще чего то там пак техники хотя им платят но платят настолько мало что им бедняжкам не хватает даже купить себе новую маечку с изображением любимого трактора ну а еще очень интересно то что один из разработчиков сказал просто ну если кому то не нравится наша работа если кто то критикует идите нахрен можете не играть ну в общем я с ним согласен и поэтому знаете пока 25 покупать естественно не буду ни разу вот пока 25 этот симулятор не обрастет количеством модов и желательно те которые меня интересуют потому что у меня создается впечатление что наши мододелы скорее всего не поспешат портировать свои моды конвертировать или делать новые туда а если поспешат то скорее всего будет появляться классическая наша техника будет появляться новая новейшая наша техника а мои любимые старички которых и в 22 практически нет а в 25 они скорее всего даже и не появятся и я боюсь что и западные мододелы потому что тоже я читал высказывания одного человека который стал критиковать 25 симулятор а ему кто то написал обиженно что ах вы наверное сюда заглянули случайно вы наверное вообще ни хрена об этой игре не знаете какого хрена вы рассуждаете ну а чувак ссылочку на свой сайт приписал и сказал у меня больше 150 модов которые кочуют начиная с 15 15 фармент симулятора и до 22 и глядя на то что делает разработчик я могу сказать сразу а мои моды в 25 симуляторе вы увидите нескоро возможно даже не увидите вовсе ну и все на этом я уже окончательно с вами до свиданка ну прощаться не хочу хочу чтобы вы заглянули чтобы мы все были живы и здоровы и смогли встретиться на моем канале так что до скорых встреч дорогие друзья будьте здоровы играйте в хорошие игры и если вам понравится 25 симулятор несмотря на мою критику и критику других людей играйте в него пожалуйста играйте на здоровье это ваше дело я высказываю только чисто свое мнение чисто свое впечатление и не хочу никого обидеть оскорбить унизить ну и прочее прочее поэтому до скорых встреч дорогие друзья ваше дело ваше дело ваше дело ваше дело ваше дело